Ну, привет! Рискну предположить, что вы уже видели название, поэтому догадывайтесь, что сегодня мы поговорим про классы. Ладно, шучу. Глебу нужен перерыв, а вам для начала нужно разобраться, что же такое навыки. Так что по коням, ну а если точнее, по полочкам. По полочкам. Простым языком. На сложное ДНД. Итак, навыки – это способ структурировать ваши действия в огромном открытом мире ДНД. Если вы хотите прокатиться на лошади, или украсть ложку, или же скрыто пробраться мимо успящего огра, то вам нужно кинуть Д20. Это именно тот момент, когда кубик решает, получится у вас или нет. Чем больше значения на кубике, тем больше шансов, что у вас все получится. Если выпадет один с куба, все очень плохо, и вы идете прямо по морде этому огру. Если же выпадает двадцаточка, то легкий ветерок от вашей поступи обдувает личико этого огра, и его сон становится даже слаще. Почти каждое действие привязано к определенному навыку. Катание на лошади к дрессировке. Попытка украсть что-то – это ловкость рук. Скрытно прокраситься, собственно, к скрытности. И каждый раз вы бросаете кубик, а выпавшее число определяет, получится ли у вас это сделать, и насколько хорошо. Но важно помнить, что сложность броска устанавливает мастер, поэтому периодически, даже при хорошем результате броска, у вас может не получиться задуманное. Кинуть проверку можно только один раз. Вы уже выкинули единицу и наступили на огра – дело сделано. Но у нас в партии есть правило, что проверки силы можно перебрасывать сколько угодно. То есть, если вы пытаетесь сдвинуть тяжелый камень, у вас первый раз может не получиться. Но потом вы посидите, подумаете, что можно с этим сделать, и попытаетесь еще раз. Правда, этот процесс займет у вас достаточно много времени. Также при успехе проверки вам может помочь модификатор. Давайте вспомним, как выглядит столбец навыков на листке персонажа. Мы уже знаем, что навыки связаны с характеристиками. Например, сила влияет на значение атлетики. Если вы герой-качок с большой силой и модификатором плюс три, то и к проверке атлетики при попытке залезть на высокую скалу будет добавляться плюс три. Есть еще такая штука, как владение навыком. Вы могли заметить, что при выборе расы часто упоминается возможность овладеть неким навыком, то есть уметь и знать, как его применять. На листе персонажа это выражается в точечке, рядом с названием навыка и прибавлением к нему бонуса умения. То есть тот самый герой-качок, который лезет на скалу и владеет атлетикой, добавит к броску не просто плюс три, но и бонус умения. Некоторые классы также могут получить компетентность навыки, и в таком случае бонус умения при проверке будет удваиваться. И вместо плюс двух на первом уровне угора с компетентностью вскрытности будет плюс четыре. Бывает и такое, что вы используете навык, даже не кидая кубик. Это относится к вашей пассивной проверке внимательности. Ее значение рассчитывается по формуле 10 плюс модификатор внимания. Я, если честно, уже два года не могу ее запомнить. И записывается в кружочек под столбцом навыков. Пассивная проверка внимательности нужна, чтобы заметить, как вам подкрадывается враг или как кто-то прячется в кустах. Высокое значение вы всегда на стороже. Низкое вы заметите убийцу, только когда из кустов у вас прилетит стрела. Одну и ту же проверку может кидать вся партия разом. Например, когда вы вместе крадетесь по вражескому лагерю. В таком случае вы кидаете групповую проверку скрытности. Если преуспевает как минимум половина из вас, то преуспевают все. И вам не приходится драться со всем лагерем. Также вы можете получить преимущество на проверку навыка. То есть, когда вы кидаете не один до 20, а два и выбираете большее значение. Для того, чтобы получить такое преимущество, вы должны просто попросить члена партии помочь вам в проверке. Но без злоупотребления. Если вы пытаетесь вдеть нитку в иголку, то другой человек скорее вам будет мешать. Тем более, если он и не человек вообще, и вместо рук у него лапки. Так что помогать должен только тот, кто реально может вам помочь. В нашей партии есть отдельное правило. Помогать может только тот, кто владеет нужным навыком. Потому что тогда он точно знает, как правильно это сделать. Есть и обратная ситуация. Например, когда вы одновременно пытаетесь схватить один и тот же предмет. Или состязаетесь в армрестлинге. Тогда каждый кидает проверку. И у кого больше, тот и побеждает. Ииии теперь про сами навыки. И заодно повторим связи с характеристиками. Итак, сила. Она влияет только на атлетику. Это сила вашего организма. Вы кидаете эту проверку, когда пытаетесь проплыть в бурных водах, забраться на крутой утес или прыгнуть на большое расстояние. Собственно, все, чем мог бы заняться типичный спортсмен. А также проверки самой силы. Теперь ловкость. Она влияет уже на три навыка. И если ваша ловкость плюс три, значит ко всем навыкам будет бонус плюс три. Итак, акробатика. Это попытки устоять на ногах в неудобной ситуации. Пробежка по льду, балансирование на канате, попытка не улететь в море в шторм. Также акробатические трюки, сальто, ныряние и перекаты из аниме. Ловкость рук. Это попытки жонглировать, спрятать что-то на своем теле, украсть какую-то вещь или наоборот подбросить. И скрытность. Это попытки спрятаться от врагов и оставаться незамеченным в нужных ситуациях. А также проверки самой ловкости. Выносливость. Она не влияет на конкретный навык, но для понимания кидать проверку выносливости вы будете при задерживании дыхания, когда долго работаете без перерыва или не спите. Или пытаетесь бухнуть и не вырубиться после первой же кружки. Никто же не хочет опростоволоситься, правильно? Лично мы чаще кидаем испытания в таких случаях, но это уже зависит от мастера игры. Интеллект. Почти все здесь завязано на ваших знаниях и попытках вспомнить что-то конкретное. Расследование или анализ. Это проверка на случай, если вам захотелось поиграть в Шерлока, найти спрятанный предмет, разглядеть иллюзию на существе, найти тайное знание в древних свитках. История. Насколько хорошо вы можете вспомнить знания об исторических событиях, легендарных личностях и всяких древних цивилизаций. Магия. Все, что связано с магическими предметами, заклинаниями и символами, а также с планами существования. Природа. Ваши знания о местности, животных, растениях и погоде. Религия. Это знания о божествах, ритуалах, молитвах и тайных культах, а также проверки самого интеллекта. Итак, теперь мудрость. Внимание. Вы пытаетесь что-то или кого-то заметить. Свет от лампы, запытанный дверью, или орков в засаде. Выживание. Выслеживание врагов, охота на дичь, возможность спрятаться в трупе лошади, чтобы не замерзнуть. Ну, и финалу-то и нет. Медицина. Теперь вы не Шерлок, а доктор Хаус. И это проверки на спасение умирающего товарища, собственно, стабилизация, и диагностирование болезни. Также при помощи этого навыка можно выяснить, как давно погибло существо и какой расе принадлежит конкретный скелет. Проницательность. Попытка понять, врут вам или нет. Насколько искренний ваш собеседник и какой может быть его следующий шаг. И дрессировка. Сможете ли вы успокоить скакуна в опасной ситуации или удержать контроль над ним во время резкого маневра. Или убедить голубя сделать что-то, что вам нужно, при помощи курлыкания. А также проверки самой мудрости. Так, ну и мое любимое. Харизма. Итак, исполнение. Это насколько хорошо вы поете, танцуете и потешаете публику. Запугивание. Воздействие на других угрозами, враждебными действиями или физическим насилием. Пытки, угроза разбитой бутылкой. Ну, обычные вещи в ДНД. Обман. Попытка обмануть, в том числе замаскировавшись под кого-то другого. И убеждение. При попытке подружиться или установить контакт. Это ненасильственная попытка повлиять на кого-то. А также проверки самой харизмы. Последний момент. Если вы креативный и пытаетесь запугать кого-то не при помощи слов, а, например, проламывая бочку перед ним голыми руками, то это будет скорее не проверка харизмы, а проверка силы. Такая опция существует для того, чтобы, например, могучий варвар, у которого, ну, плохо с харизмой, но хорошо с этой самой силой, тоже мог успешно запугать оппонента. Ваше владение навыком запугивания вам поможет, но по вашему желанию или желанию мастера, базироваться проверка будет на силе. Так что, если модификатор харизмы у вас минус один, а модификатор силы плюс четыре, то такой расклад для вас предпочтительнее. Ну, с навыками мы закончили. Если у вас есть какие-нибудь пожелания... Слушай, Максим, а вот последний выпуск, он был про расы, а вот ты сам за какую расу играешь? Ну, я за, за, за тифлингов. В смысле за тифлингов? Ты что, демон? Не, 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 ну как... Если ты демон, то у нас единственное желание насадить тебя на ливы! Да ты... Ну, какой я... Давай, Кайрон, у тебя только что было четыре атаки с преимуществом. Начало твоего хода, испытание выносливости. Да какое? Ну, как... Чего? Ну, твой ход, что ты делаешь? Прягаешь? Я сворачиваюсь к клубочкам и плачу. Ну, тогда по тебе четыре атаки по возможности. Да ладно, Кирилл, хватит, они поняли, что следующий выпуск будет про ВИПа. Блин. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...